мы приехали в ботанический сад гуляемся по ботаническому саду тут есть опция ехать на таких вот карах ну нет погуляем посмотрим говорят хорошие патанический сад краем глаза я просто увидел вы красиво представляетесь на весь день тут хорошо все вот такие деревья сос это сосна цена я видел 20 лари почему мы сами не платим там сколько мы у человека который водит нас везде то он как бы все билеты платят мы один раз оплатили в начале и все там все включено короче значит вот дали такую карту и посоветовали что здесь по верху лучше идти чем по низу что-то много ступенек короче сюда ну а в латвии сейчас плюс 10 только ужас ужас но вот так холодные времена короче ну что начнем просто я слышал что это ботанический сад он такой большой большой и эпичный его сосны такие огромнейшие кстати мне понравилось что здесь бесплатные вай фай во многих местах северная америка а везде кстати у каждого дерева есть табличка что это удобно потому что таким как я который ничегошеньки не знает тоже северная америка сосна такая 8 сосенка да а ну вот как едет видите на каре но тем кто вот особенный любитель всех этих дендрологических штучек тут везде мне кажется весь день лазить и читать таблички и так на быстренькую руку о море видно да но рядышко тюльпанное дерево специально сделан даже этих ну-ка 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 вау идем по мостику такому страшно уже все обросло мхом видите из-за влаги о мощный куда на самом деле но таких не увидишь но в природе во первых они разные знаете особенно если немножко человек понимает трех они очень мощные не знаю в жизни все вместе но так вряд ли нам посоветовали сюда идти но смотрим ноги оттуда идут что а я знаю почему там есть другой вход из ботанического сада два входа это необычно уметь для меня сал спался например в латвии там один здесь два с разных сторон ты можешь ясень американский ясень американский моды даже такие кустики дай табличка стоит ну да они цветут японская вей гела ну красиво красиво видите сосны это просто чтобы вам было представление да как это ботанический саду ну что тут надо просто наслаждаться через видео так не передашь какие мощные что это сосна какая-то сосна сушить сосна никогда такую не видел дай сад наверное рассчитан на то чтобы ты в один вход входишь и другой выходишь не так что какой-то круг я возвращаешься ну можно наверное как-то но рассчитан так листик кленовый но такие необычные вот видите такие необычные какая травка до специальные но всякие такие крипто крипто мере и японской у-ка о какие никогда таки ну да деревья не видел такие мисичками она туда вниз и пальма внизу тоненькая ну вот чуть ли не рукой могу обнять до а наверху толстая к она держится ну-ка на такие мягкие видите как никак острый как у сосны а таки мощного такое даже красная ну-ка не могу какой-то вообще как у сосны не вот такие посмотрите они такие не острые они такие мягкие ну странные красивые джунгли там беседочка посмотрите как здесь ну а мне кажется вот вот и зайти можно родом дендер все тут такое вот этот ползать и ползать на рассматривать все это давайте спустимся кто-то там квакает красиво да не может быть это настоящие или это запись настоящие я думаю запись посмотрите сколько тут рыбок везде везде тут дорожки ходить можно ну что не дерево то красота у листья посмотрите наверху ого ого не видел такие посидеть можно какая кора и тоже тип бамбука наверно банды наверно что-то такое едят не вот тут вид сверху почти почти обрыв не знаю сколько тут градусов 80 как бы мы идем с этой стороны вот сюда но все равно наверное главное вот эта красная дорога это 1 то есть если туда заходить всякие вниз там можно много где ползать но главное красная 1 а просто я смотрел один человек тоже снимал видео в ю тубе где он с семьей здесь побывал они тоже первый раз и где-то они пошли какой-то и и заблудились можно сказать но если вы один и спортсмен но это нормально но если с семьей и маленький ребенок то если заблудиться знаете трудно поэтому я так пройду чтобы знать захотят мои девочки сюда или нет о пальмочки большой но и значит ну да тут такой ботанический сад с большой буквы мы всегда заглянуть немножко такой сад о посмотрите эти и не знаю можно это нельзя кушать и острый такие колючие ого так мы здесь на 7 ну такой микро садик эти большие такие на выгнутые эстетический мостик и с водопадиком да такой сад а ну вот уже там беседка тут тогда тоже принцип такой что на весь день а что тут этнографический вот тоже люди сидят пикникуют там всякие с древностью связаны он там древний грузинский дом может на так ну такое чисто пикник и пикник короче да поэтому если тут идти чисто чисто чтобы так весь день прогуливаться но красиво так надо рассчитывать с едой медленно не спеша с друзьями на а как люди там до сидят а вот водичка течет да мало потому что жара и все такое чтобы вы могли попить чтобы не знаете забыли с собой грузинские дети отцы после окончания школы пришли классом в парк может быть так не здорово только информационное табло но и кому интересует можно всего посмотреть почитать 2 как австралии или южная америка на него и там ну да мы возвращаемся вот там написано главное направление сюда вверх тогда надо потрогать эти красивые цветы такая губка или не понравится они в городе тоже в батуми видео да это очень хорошая идея хорошо придумали что везде во многих местах вай фай особенно если вы платите билет заходите везде вай фай может быть они учитывают что люди с европы приезжают и все-таки это дополнительные траты тогда в европе все между собой бесплатно вот так удобно но здесь нет поэтому вай фай хороший вай фай во многих местах это удобно вот смотрите углы где караток сошла вот что мы проскочили просто там был поворот я пошел вниз там а здесь сверху если идти по главной дороге она там наверно нельзя подобраться можно ли можно что здесь у нас пчелки мне не надо чтобы не точно пчелки видите смотрите не надо что пчелки меня покусали но кто не боится пчелок добру пчелки а ну вот мы пропустили я пошел там а здесь на школьники да видно все знают что здесь очень красивый парк и все может быть школа закончилась классом приезжают так просто семьями погулять тихое птицы поющие место с красивыми суперскими деревьями которые в природе в одном месте не будут так расти и если латвии там ботанический сад для меня довольно он обычный не не такой большой он обычный как бы красивый но обычный здесь такое скопление такого максимума экзотичного всяких растений у травка покошена удобно ну вот там море понизу тоже идет дорога бамбуковые рощи все поэтому нам посоветовали начинать но те кто знает тот кто знает начинать сверху идти потому что там снизу высоко подниматься надо так на любители если на весь день как и без разницы ну да мощно-мощно о сервисе на дерево их расколото это дня вау и не такие не за сколько им лет представляете но я уже говорил что их пересаживают даже за взрослом есть технология в прошлом возрасте но все равно чтобы похоже дерево привести я не знаю сколько усилий надо уй-юй-юй здесь что-то красивое какие цветы какие цветы а пальмы какие бутылочные бутылочные и здесь в эту сторону сейчас еще смотрите алина бы убежала бы от счастья такое и пушистые мягкие и поворачиваемся раз два три тогда видите как мы где-то вот море но вся кому на самом деле на давайте посмотрим вот с этой стороны как красиво эти люди там фоткают вот это здесь алина бы зависла за на полчаса точно но очень красиво сделано скажите вот такие на время цветочки я не видел никогда вот такие хорошие это не ваша шапочка там упала нет это не ваша шапочка там упала нет пожалуйста да но кставляйте здесь сфоткаться в вид мощнющий 9 10 километров ту сторону батуми так что это австралийский инкалипт о мощный уау эффект элитность да как практически красивом острове да скажите пальмы море хотя она черная но натуркулезная на самом деле на 3 если здесь стать в внизу пальмовая они не пальмовая бамбуковая роща там тоже красоты красотящие вот такие цветочки и море вау вау супер просто вау да это часть очень очень красивая на а я уже говорил 20 лари это будет я не знаю сколько каких семь евро или семь с половиной но как-то так так что не за детям может быть дешевле много людей которые на русском языке говорят но это понятно всегда здесь не популярна сейчас тем более такие события но все все знают почему много людей здесь сейчас так но это отдельная история но мы рады всем людям и я рад что здесь много можно по-русски поговорить и грузины понимают из россии люди есть так ну потому что чтобы никто не понимал бы только на английском понимали но может быть сложнее а так а так посмотрите наверху какие тут сады уй но увидев какой дерево ну сразу все в цветах おho четыре там розу сад розой по низу как посмотрим вот тут пальма посмотрим здесь да и здесь полно рыбок хлеб кидает и так на красивенько такие как лабиринтики что ли сделано ну ну да аккуратненько красивенько здесь сделано мы были вот там внизу наверх поднялись наверное попозже летом или как я думаю здесь все обрастает чем-то здесь такая красивая аллея сейчас пусто да вот такая красота такие скверики потому что когда я с той стороны шла я думал что я думал что будет только такие деревья не здесь такие сады буквально это что-то более родное до березки а вот давайте сходим назад раз уж уж ну тут алина если запустить раньше час она бы не вышла здесь отсюда посмотрите здесь везде до розы в самом соку сейчас шить она там может давайте спустимся немножко посмотрим розы ой 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 ну да и снизу пальмы здесь но это все любят здесь фоткаться на это понятно так и чудо вау 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 разные разные сорта аааааа вот так жюю , ну да я тут все конечно не могу не обсмотреть не показать и нет смысла плане что если человек хочет насладиться по-настоящему своей скорость он должен сам тогда приехать сюда но про сам факт что видели тут всякие виды роста может быть там не расцвели еще все этих видите все в розах то есть как по этажам тут ходить и ходить просто или как вот здесь посмотрите сад роз ну где вы еще такое увидите но смотрите да и каждая табличка что за сорт что и как ну посмотрите уйди 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 скажет ну да ну вот и разные дорожки посмотрите отсюда о какой вид фантастика потому что даже для ягл и фантастика который цветами но так не очень увлекается как он даже я говорю очень красиво все виды роз интересно приятно послушать грузинскую речь много из турции людей тоже не думаю турецкий язык ну да вот то что мы смотрели длинные крутые бамбуки здесь все здесь только женщины шли мимо говорит ну на русском мы как раз пришли самое то время когда розы цвет ну да так что еще пару неделек но и наверное пол лета как минимум и так розы будут цвести ну что продолжим там есть тоже одно красивое место сейчас подойдем посмотрим сад это не то что я имею ввиду такая аллея туннель такой и делать мы были там розовом саду видите как мы обошли елочка так вросла до елищи особо такое красиво место что там подъемник или что-то трасса на море как на ладони да сейчас посмотрим не это но тем кто хочет кататься на ну да мы немножко в таком быстром режиме из серии пары часов и все ну как бы и для представления мне самый раз если вот семьей мне кажется но тут так подольше с чайком с посидением посиделка но так надо понасладиться то пробегаешь на так не очень успеваешь бы насладиться хорошо знать что такое место действительно красиво сделано нет претензий и представляете тоже вот если бы эти деревца было вот молодые они были бы но сразу не тот эффект но вот такое деревце знаете размером сосночку ну и что а здесь они такие мощнявые знаете с 20 этажей чуть ли не да и сразу и сразу другое уже экстремалы немножко он тоже можно подойти краешку ну тут не такой обрыв ну шлепнуться можно мне кажется там железная дорога идет да точно там поезд идет не представляете так что не спотыкайтесь здесь из серии на но здесь тоже посмотрите я туда полез вниз там везде можно зайти посмотреть уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой какая красота ну и чтобы поняли где мы тогда и перейдет батуми центр то есть просто что маршрутка зигзагами и свои 9 километров или сколько-то с этой стороны о весь берег вот эти черные пески где мы были купались 20 километров может 15 или как-то вот туда ротвейлер мне кажется хороший хороший папа ротвейлер был папа наверное был ротвейлер у собачки мощную папа был ротвейлер ротвейлер или мама ротвейлер 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 у собачки у собачки был ротвейлер папа да 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 но представляете здесь вот на высшую свежесть местах живем все подходят на дайте подойдем умны да тут надо осторожно о не здесь везде такие места ну красиво действительно если прогулять прогуливаться о посмотрите солнце свете вообще ну вот и туда этот с тросами кто хочет кататься вот здесь при 70 лари 25 25 евро стоит араукария чилийская ну-ка как кактус такой острый но не как туснует похоже может на машину даже можно ну наверно за определенную плату но на такой проезд о ее ей 70 лай елочка такая на секвой а ну как елку у нее эти похоже на да тут наверно нет смысла ехать на этих ничего толком не увидите так но это же сторону выхода здесь тоже наверное что-то будет обрастать и так вот эти алоэ нет запах таких восточных восточных трав или ну который в теплых странах растут специфически сильный тут еще вовы посмотрите фонтань че ну посидеть туда просил этот вот такой тенёк романтичные дельфинчики тоже хорошие скамеечки да можно посидеть вот как там там столик даже есть о люди я скажу так что ну стоит сюда прийти я обычно не любитель всех таких с растениями особо связано но здесь стоит как бы красиво и есть что увидеть вот дерево мощный 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 добро пожаловать в ботанический сад батуми семьей там на полдня мне кажется здорово так много что есть ходить что канал попадем да вот мы уже возле выхода вот выход вот там постоянка там маршрутки кстати приезжают с батуми да но то что мы не увидели но не относится к ботаническому саду но посмотрите если сюда ехать купаться вот вот вам и батуми и такой такая причал да о красиво и закат как в море